Музыка Известно высказывание святителя Василия Великого «Сколько отнимешь у тела, столько придашь силы душе!» Успенский пост для верующих – радостная пора обретения духовной крепости. Он установлен в память о блаженной кончине Пресвятой Богородицы. Дева Мария почитается Церковью, как заступница рода христианского. Любовь к Богоматери в православном мире не передать словами. И поэтому Успенский пост – время особого духовного трезвения. Согласно церковному преданию, Божией Матери было известно время ее кончины. В преддверии этого события Дева Мария посвятила себя посту и молитве. Чтобы быть достойными ее покрова, христиане вслед за Небесной Владычицей готовятся внутренне к Успению Пресвятой Богородицы. Как и Пасха Христова, это праздник победы над смертью. Успение – значит сон. Церковь учит, что Богоматерь уснула и пробудилась для жизни вечной, не оставив тело земле. История кончины Девы Марии изложена в нескольких апокрифических текстах V-VI веков. Иоанн Дамаскин так описывает это событие. Из древнего предания мы узнали, что во время славного Успения Божией Матери святые апостолы, рассеянные по Вселенной для спасения народов, в одно мгновение были собраны в Иерусалим. Рядом с местом погребения Пресвятой Богородицы в Гефсимании им явились ангелы, и стало слышно пение высших сил. Оно не прекращалось в течение трех дней. Затем, когда один из апостолов захотел поклониться Божией Матери, гроб открыли, но ее всепетые тела не нашли. Тогда ученики Христа поняли, что сам Иисус встретил Богоматерь в Царстве Небесном. В вехе наступившего поста, происхождение честных древ животворящего Креста Господня, преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, успение Пресвятой Богородицы. В России череду праздников сопровождает традиционное освящение урожая – меда, яблок и хлеба. Радостное настроение этих дней только подчеркивает для православных людей необходимость внутреннего очищения. Посты молитва помогают верующим подготовиться к празднику Успения Пресвятой Богородицы, чтобы для них яснее звучали слова молитвы. Поколения все, прославляем Тебя, Единую Богородицу. Побеждаются законы природы на Тебе, Дева Чистая. Рождение остается девственным, и смерть обручается с жизнью. По рождении пребывая Девою и по смерти живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое. Песня «Святая Богородица» И здесь спаси вас. Субтитры создавал DimaTorzok 7 августа в самом известном Нижегородском монастыре на Волге состоялись торжества, посвященные Макарию Желтоводскому и Унжинскому. Именно он 580 лет назад основал Макариевскую обитель. Во время торжеств не была забыта и другая важная дата. 570 лет в этом году исполнилось со дня кончины преподобного Макария. Накануне праздника всенышное бдение в Троицком храме обители возглавил управляющий Нижегородской митрополией Владыка Георгий в сослужении епископа Лысковского и Лукояновского Силуана. Макаревские торжества продолжились утром. За божественной литургией молились сразу три архипастыря, сон духовенства Нижегородской митрополии и тысячи паломников со всей страны. Я каждый год практически по Волге путешествую, обязательно здесь бываю. Но это радость большая. Праздник, великолепный хор, служба чудесная. Вообще монастырь великолепный. Посещение любого храма – это успокоение, какое-то моральное удовлетворение получает. Вы знаете, отсюда езжаешь, какая-то прямо, знаете, такая легкость вообще на душе. И вообще замечательно здесь вообще. Здесь все красиво, замечательно. Что побуждают людей отправляться в паломничество, преодолевать огромные расстояния? Чем объяснить стремление верующих к единству, к соборной молитве? Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И, наверное, это единение с Господом и друг с другом особенно чувствуется во время праздничного богослужения или крестного хода. Макарий-Желтоводский монастырь и сам преподобный Макарий – это наша святыня. Это то, на что мы опираемся в своей жизни, чтобы быть добрее, чище, лучше, благороднее. Добрее друг к другу. Почти шесть веков назад была основана Макарийская обитель. Много воды утекло с тех пор. Волга поглотила Желтое озеро, на берегу которого когда-то стоял монастырь. Почил преподобный Макарий. Обитель несколько раз восстанавливали буквально из пепла. Ушла в историю и знаменитая на весь мир Макарьевская ярмарка. Но, несмотря на это, каждый год в Волжской обители собираются тысячи людей, потому что искренняя вера сильнее времени. Макарийская ярмарка Макарийская ярмарка Во второй половине IX века после окончательной победы над иконоборчеством в истории иконописи начинается новый этап. В честь правящей династии византийских императоров он получил название «Македонский период». В это время Константинопольский патриарх Фотий I создал правила украшения Православного собора. Если раньше художники украшали церковь где-то по какому-то внутреннему пониманию, по указанию местных богословов, и каждый раз эта декорация была немного своя, немного разная, то вот в этот период была выработана некая универсальная система, которую приняли все, которая позволяла максимально глубоко показать храм как символ неба на земле. Согласно системе патриарха Фотия, пространство храма делилось на три зоны. Самая верхняя – зона неба. Именно тогда свое место в куполе церкви занял Спас Вседержитель. В парусах храма, которые поддерживали купол, стали изображать евангелистов. Средняя зона храма была названа Святой Землей. Ей соответствовали события священной истории. Нижняя зона храма, так называемая земная земля, включала жития святых, а также деяния апостолов. Здесь изображали подвижников веры, которые стали примером христианской добродетели. При этом все композиции занимали определенное место по отношению друг к другу. В системе патриарха Фотия был заложен принцип, что сюжеты, располагающиеся в храме, должны друг другу противопоставляться. Как некий пример деления на действие и противодействие. Так как действие и противодействие – это есть некая модель мироздания, разрушения, восстановления. Именно поэтому традиционным стало на западной стене храма изображать сцены Страшного Суда, а на восточной стене храма – сцены Евхаристии. После конфликта с иконоборцами художники должны были решить сложнейшую задачу – научиться передавать духовные начала священного образа. В первой половине XI века иконопись уходит от античной классики. Начинает складываться искусство, которое историки назвали великим аскетическим стилем. Из сцены, из сюжетов уходит вот эта вот детальность, уходит бытовизм, уходит желание показать какую-то эмоциональную сторону действия. И поэтому, с точки зрения стилистики и изображения, этот период характеризуется чрезвычайной сдержанностью и желанием подчеркнуть глубинное молитвенное состояние всех персонажей. Для того, чтобы передать глубину образа, художники увеличивали глаза героев священной истории, а также их ладони в молитвенных и благословляющих позах. Фигуры делали приземистыми и широкими. В этих плотных силуэтах преобладала не тело, а духовная мощь. Чтобы вот такая мощная фигура не смотрелась чересчур тяжеловесно, чтобы было ощущение, что это часть первообраза, явленного молящемуся по его молитве, все фигуры в македонский период начинают испещряться разными линиями. Эти линии дробят фигуры на достаточно объемные большие геометрические плоскости. Тем самым из фигур исчезает приземленность какая-то. Фигуры воспринимаются легче, несмотря на их объемность. Все фигуры изображались фронтально, обращенными к зрителю. Даже если это был не отдельный образ, а сцены из Евангелия, ее персонажи взаимодействовали через молящегося. В сочетании с предельной отрешенностью взгляда, это придавало македонской живописи особый эффект. Взгляд персонажа из македонского изображения очень сложно сфокусировать, то есть сложно встретиться взглядом. То есть вроде бы персонаж фронтален, вроде бы он обращен на зрителя, но вот так вот посмотреть в глаза, так схватить его взгляд тяжело, потому что взгляд направлен внутрь самих себя, вот к этой вот внутренней молитве. Македонский период завершился в конце 11 века. Именно в это время Русь начинала свой путь в христианском искусстве. Наши иконописцы сразу учились на таких сложных по рисунку и богословскому смыслу образах. Это сыграло весомую роль в формировании неповторимого стиля великой русской иконы. Субтитры создавал DimaTorzok